В этих предметах, в каждом из этих предметов, все мы. Это наша традиция, это наша культура, это наш фольклор, и то, из чего мы состоим, в принципе, как раз таки является тем фундаментом наше ремесло и наши ремесленные практики. Я практически с 2014 года занимаюсь тем, что на материковой части Украины восстанавливаю, стараюсь популяризировать, создать какие-то условия для того, чтобы наши мастера и наша культура продолжала жить. Это один из предметов, важных для крымских татар, куман, который используется для ритуального омовения. Проект «Узоры мира» был реализован на протяжении всего 2016 года, и как результат вы сегодня видите эту выставку. Но основной концепт нашей выставки заключается в том, что мы хотели бы показать преемственность поколений, что наши традиции, на самом деле, этническая самоидентификация – это очень-очень мощный фактор, который объединяет людей в самые сложные моменты жизни. И поэтому сегодняшняя выставка – это как раз таки тот кейс, тот пример, когда мы переносим наши знания из прошлого в настоящее, и очень надеемся, что будем передавать будущее своим детям, внукам. Как только проект вступил в силу, я решила участвовать в нем, так как хотела научиться вышивать. Здесь на экспозиции представлены мои две работы, моя первая и вторая работа. Первая работа была для того, чтобы я научилась разным техникам вышивания, а вторая работа уже непосредственно для выставки – это работа Куран-Капы. Куран-Капы – это сумочка для Курана. Это женский, праздничный, традиционный крымско-татарский костюм. Отличительной чертой этого костюма есть головной убор фес, называется он «Алтенфес», что в переводе означает «золотой фес». Также фес покрывает фурланта, вышитая с двух сторон. Фурланту носили незамужние девушки.